Здравствуйте! Сегодня 25 апреля, четверг. В студии Полина Евставьева. И вот главное к этому часу. Суд арестовал третьего фигуранта по делу уже бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Как сообщила пресс-служба Басманово районного суда Москвы, имя подозреваемого Александр Фомин. Его обвиняют в даче взятки. Накануне Тимура Иванова отправили в СИЗО. Экс-заместителю Шойгу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд также арестовал счета и активы чиновника и его семьи. По этому делу задержан его близкий друг Сергей Бородин. По версии следствия, Иванов и Бородин вступили в сговор, чтобы получить взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для Министерства обороны России. По этой статье Иванову может грозить до 15 лет лишения свободы. Издание «Важная история» со ссылкой на источники пишет, что реальной причиной ареста может быть госизмена. Небо Омска заволокло черными клубами дыма. По данным МЧС, загорелись три емкости с топливом недалеко от Омского нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы сообщают о взрывах на месте происшествия. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщалось. Отмечу, в последнее время участились удары украинских беспилотников по нефтяным объектам России. Эксперты считают, что эти атаки могут привести к потере 10% мощностей переработки нефти уже в ближайшие месяцы. Расстояние от Украины до Омска составляет примерно 3000 километров. Этой ночью российские войска ударили ракетами по Черкасской и Днепропетровской областям Украины. Как сообщают местные власти, в Черкасской области пострадали 6 человек. Из-за атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Под артиллерийский обстрел также попали Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Там повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач. По предварительной информации, пострадавших нет. В библиотеке российских школ поступили комиксы, в которых рассказывается цитата о борьбе русских богатырей с украинскими бандеровцами. Именно такую лексику в своих произведениях использует писатель Олег Рой. На это обратили внимание мои коллеги с сайта «Вот так». Патриотические новеллы рассказывают детям цитата об уставших от пьянок украинских военных и противостоящих им российских бойцах. Отмечу, что среди них командир, которого западные и украинские СМИ называли одним из ответственных за убийство мирных жителей в Буче. Подробнее о том, что еще содержится в комиксах, читайте на сайте водефестаг.тв. Если вы смотрите наш выпуск на YouTube, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Россия грозит атаковать Польшу, если та разместит на своей территории ядерное оружие. Заявил об этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять. Сдвиги в этом направлении безопасности Польши не добавят. А уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане. О готовности разместить ядерное оружие на территории Польши заявил президент страны Анжей Дуда. По его словам, этот вопрос уже некоторое время обсуждается в ходе польско-американских переговоров. Польшу, в частности, беспокоит тот факт, что Россия все больше милитаризирует Калининградскую область, а также имеет свое ядерное оружие в Беларуси. Совбез ООН не принял резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. Россия наложила вето на проект США и Японии. Документ призывал предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве. Об этом пишет агентство Reuters. Посол США в ООН спросил российскую сторону, почему они не поддержали резолюцию, которая подтверждает соблюдение всеми странами одинаковых правил. Российский посол Василий Небензи обвинил США в попытке очернить Москву. Ранее Вашингтон обвинил Москву в разработке ядерного оружия, которое можно применить в космосе против спутников. Путин опровергал эти заявления со словами, что Россия выступает против размещения космических ядерных арсеналов. Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна в Аденском заливе. Цели операции, по словам военного представителя движения, были достигнуты. Он добавил, что Хуситы продолжат атаки, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе газа. Американское центральное командование заявляет, что воздушная атака была отбита. По данным ведомства, корабль «Коалиция», который защищает коммерческие суда от нападения Хуситов, перехватил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из Йемена. Также сообщается, что военные США в целях самообороны успешно уничтожили над территорией Йемена четыре беспилотника. Четвертый штат США предъявил уголовное обвинение соратникам Дональда Трампа в связи с попытками отменить итоги выборов в 2020 году. Сам экс-президент проходит в этом деле как соучастник. Жюри присяжных в Аризоне выдвинуло обвинение против советника и адвоката Трампа, экс-главы аппарата Белого дома и еще 18 человек. Следствие подозревает соратников Трампа в заговоре, подделке документов и участие в мошеннических схемах. Неназванными остаются имена семерых из 18 обвиняемых. Их обещают обнародовать после предъявления официальных обвинений. Отмечу, что сейчас в суде Нью-Йорка идет процесс по уголовному делу против Трампа. Его обвиняют во взятке в размере 130 тысяч долларов в порно-актрисе Сторми Дэниелс. Утверждается, что таким образом бывший американский президент хотел скрыть факт интимной связи с актрисой. Европейские депутаты опасаются, что Венгрия не справится с обязанностями во время председательства в Совете ЕС. 10 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой оценивается уровень демократии в Венгрии. В тексте документа осуждаются недостатки правительства Виктора Орбана, допущенные в вопросах правосудия, борьбы с коррупцией, свободой СМИ и других сферах. Депутаты Европарламента вновь заявляют о необходимости определить, совершила ли Венгрия серьезные и постоянные нарушения ценности Европейского Союза. Они также обеспокоены тем, что венгерское правительство не сможет достойно выполнять свои обязанности на посту председателя Совета во второй половине 2024 года и вновь призывают к созданию комплексного механизма для защиты ценностей Европейского Союза. Напомню, что Венгрия сменит Бельгию в качестве председателя Совета ЕС уже в июле. Ранее венгерский президент Виктор Орбан заявлял, что главная задача Будапешта во время председательства – расширение Евросоюза за счет стран Западных Балкан. Северная Македония не смогла избрать президента в первом туре выборов. Действующий президент Стива Пендаровски и Гордона Селяновска-Давкова, поддерживаемые оппозицией, вышли во второй тур. По итогам подсчета почти всех бюллетеней Селяновска-Давкова набирает примерно 40% голосов. Ее оппонент набирает около 20%. Данные приводит Государственная избирательная комиссия. Явка избирателей, по официальным данным, составила около 50%. Это на 8% больше, чем в первом туре президентских выборов 2019 года. Интересно, что тогда во второй тур вышли эти же два политика, а победил Пендаровски. Второй тур текущих выборов состоится 8 мая. Они совпадут с парламентскими. 5 евро за посещение Венеции. Столько придется заплатить туристам, приехавшим в итальянский город на один день без ночевки. Оплату будут взимать за доступ в исторический центр уже с 25 апреля. Штраф за неуплату от 50 до 300 евро. Заплатить можно онлайн. От сбора освобождены студенты и дети до 14 лет. Пока этап тестовый. В дни, когда Венецию посещают до 100 тысяч человек в сутки. Сначала до 5 мая, а затем в течение нескольких выходных до 14 июля. Венеция – первый крупный город в мире, который решил ввести плату за посещение. Мэр города объяснил сбор желанием защитить объект всемирного наследия ЮНЕСКО от чрезмерного наплыва туристов и сделать Венецию пригодной для жизни. Местных жителей в городе меньше 50 тысяч человек, а отдыхающих бывает до 30 миллионов человек в год. При этом две трети туристов приезжают в Венецию на один день без ночевки, а это невыгодно для туристической отрасли. Инициативу не поддержали несколько ассоциаций жителей Венеции. Они запланировали акции протеста, поскольку уверены, что введение оплаты за въезд проблемы города не решит. В Австралии на берегу залива Тоби без возможности самостоятельно вернуться к большой войде оказались четыре стаи китов-пилотов. Всего более 160 особей. Экоактивисты и местные жители устроили операцию по их спасению. Киты-пилоты, а также, как их называют, гринды, известны своими сильными социальными связями. Когда кто-то из стая заблудится, другие не оставляют товарища и двигаются за ним, даже если те идут на верную смерть. У меня на этом все. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Я Полина Евставьева. Всего вам доброго.